Здание старой швейной фабрики в Краснодаре. В советские времена здесь в огромных объемах выпускали спортивный трикотаж. Сейчас легкая промышленность разбилась на небольшие предприятия. На одном из этажей трудится частное швейное производство. В данный момент мы выполняем заказ для крупной ростовской фабрики. По нашей специализации женская одежда. 15 тысяч изделий в месяц. Для малого бизнеса неплохой результат, рассказывает директор компании Анна Мазур. Когда 9 лет назад вместе с мужем запускали фабрику, на ней работали 10 человек. Сейчас 50. В модельном ряду платья, блузки, футболки и модные сейчас свитшоты. Но чтобы держаться в тренде и развиваться, нужен не только творческий подход. Нужны дешевые деньги. Где их взять? Банк. Но дешевыми в этом случае финансы не назовешь. В качестве эксперимента Анна получила займ в региональном фонде микрофинансирования. Очень помогает, потому что переплата получается минимальная. Мы брали плотер, новый плотер итальянский для распечатки лекал. Мы брали машинки, швейные дополнительные. Мы брали и машину для установки кнопок, и термопресс мы брали проходной. Хорошо мы обновили оборудование. Фонд микрофинансирования по сути единственное место на Кубани, где малый бизнес может рассчитывать на очень дешевые займы. Ну что такое по нынешним временам 6% годовых. При том, что это максимальная ставка. Может быть еще меньше. Подобный источник финансирования становится стратегическим инструментом для поддержки малого и среднего бизнеса в крае. Только в прошлом году было выдано 593 займа. Почти за 5,5 лет работы Кубанский фонд микрофинансирования стал ведущим в России. Добавить денег в его копилку – совместное решение региональной администрации и законодательного собрания края. Фонд микрофинансирования края, благодаря уже принятому вами решению, становится полнее на 500 миллионов рублей. И общая сумма фонда микрофинансирования края – полтора миллиарда. Полтора миллиарда. Коллеги, это фонд сегодня по соизмеримости, это номер один среди других субъектов федерации. По наполняемости – полтора миллиарда рублей. А что это такое? Это развитие малого и среднего предпринимательства. То есть возможность не в банк пойти и взять огромный процент кредита, а в фонде микрофинансирования совсем другой процент – от 4 до 6. А как иначе? Мы поддерживаем малый и средний бизнес, они поддерживают экономику региона. И они, конечно, еще наращивают собственную экономику. И количество малого и среднего бизнеса у нас растет. На данный момент в Краснодарском крае зарегистрировано почти 300 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Много это или мало? В любом случае, такое количество частного бизнеса говорит о здоровой экономике. Ведь деньги, как справедливо заметил губернатор, должны работать. Работать на людей. Поправки в региональный бюджет, которые приняли в парламенте, продолжают тренд социально ориентированной казны. Достаточно взглянуть на основные расходы в ближайшие три года. Больше 6,5 миллиардов рублей направят на расширение первой краевой клинической больницы. Около 4 миллиардов пойдут на создание дополнительных мест в школах и детских садах. И почти 2,5 миллиарда рублей выделят на строительство школы-интерната в Краснодаре для одаренных детей. Что это, как не инвестиции в человеческий капитал? 27 миллиардов рублей. Конечно, это большие деньги. И, конечно, мы их в первую очередь вкладываем сегодня в социальное направление, в социальное развитие. 600 миллионов рублей плюсом, коллеги, плюсом пойдут на развитие медицины. Это, прежде всего, первичное звено наше. Это районные наши поликлиники, ФАПы, то есть ремонт, переоснащение, современное медицинское оборудование. Еще раз подчеркиваю, это все пойдет в сельскую местность, в районы. Это плюс 600 миллионов. Это тоже серьезная сумма. Еще раз подчеркиваю, серьезно. Если все это склашить, уже опять миллиарды получаются. Никогда. Раньше у нас не было такой финансовой направленности на эти сферы. 27 миллиардов на три года. Дополнительные деньги на поддержку различных программ. Это одновременно и возможности регионального бюджета, и жизненная необходимость, считают экономисты, член общественной палаты края Александр Полиди. Школы, больницы, малый бизнес, дороги, инфраструктура. Все это во многом пересекается со стратегией развития Кубани до 2030 года. Это кардинальное улучшение качества человеческого капитала. Ведь что такое человеческий капитал? Это не только наличие рабочей силы. Это ее квалификация, это ее здоровье, это производительный труд, это возможность самореализации, это возможность здравоохранения, это активное долголетие и так далее. То есть все те аспекты здоровой, активной и продуктивной жизни людей, которые сегодня являются номер один фактором для развития вообще экономики. Не только краевой, но и российской в целом. Все это означает, что в современном мире меняются подходы к развитию экономики. Люди становятся главным ресурсом, вкладываться в который необходимо с детства. Этим во многом объясняется масштабное финансирование в крае любительского спорта. Внедряются даже инновационные решения, например, уроки самбо в школах. Бороться так удовольствие доставляет. Занимать первые места, стоять на пяти стали почета. Прям нравится. К 2021 году подобные занятия намерены проводить в каждой кубанской школе. Самбо вписано в общеобразовательную программу. Учителя физкультуры специально проходит переквалификацию в профильном вузе. Но это, что называется, первая ласточка. В перспективе в крае должна заработать целая цепочка по подготовке к данному виду спорта. Конечно, для этого нужны и оборудованные залы. По спортивным комплексам малобюджетным я тоже сказал, что в этом году 350 миллионов плюсов мы тоже даем на эти малобюджетные спортивные комплексы. И очень важно. Мы сегодня самбо в школах обязательным уроком делаем. У нас сегодня 300 школ на этом обязательном уроке. Не просто это делается. А у нас больше тысячи школ должны перейти к 2021 году на самбо. Но это же тоже просто даже не акция. Даже должны появиться районные центры самбо. Поэтому у нас 15 и плюс 10 в этом году мы таких же малобюджетников будем строить в районах центра самбо. Потому что те, кто в школе проходят первичную подготовку, понравилось. Дальше они должны как-то реализоваться. Уже более профессионально должны быть районные центры самбо. И в каждом районе, я уверен, мы их настроим. И будет у нас 44 районных центра самбо по краю. Задачи амбициозные, но и краевая казна перспективная. От экспертов и политиков теперь часто можно услышать, что кубанский бюджет – это бюджет развития. Александр Иванченко, Виктор Чаусов, Артем Тумар, Кубань-24, Краснодар.